Полдень в деревне Луковка выдался жарким и тихим. Жара стояла такая, что даже неленивые местные жители предпочитали прятаться в прохладных домах, опасаясь прицельных солнечных ударов по темечкам, от которых не спасали ни кепки, ни панамы. Тишину знойного дня разорвал истерический женский крик. Он смешивался с рыданиями, полными страданий и отчаяния. — Караул! Караул! Люди добрые! Что же делается? Что делается? — орала Зоя Викторовна. Она бежала по тропинке, что вела из леса прямиком в деревню, пожилая женщина голосила, не переставая. Деревня их была маленькая, все в ней друг друга знали, поэтому неравнодушные соседи тут же высыпали из домов, поспешили навстречу испуганной женщине. Зоя Викторовна остановилась на проселочной дороге, когда ее уже окружила толпа. Она задыхалась, держалась за грудь, опасаясь, что сердце вот-вот из нее выскочит. Лицо ее раскраснелось, волосы, обычно спрятанные под платок, растрепались. Сам цветастый платочек сполз на плечи, которые сотрясались от тяжелого дыхания и рыданий. Соседи с ужасом заметили, что на лице женщины есть свежие царапины, которые сочились алым. «Зойка, что такое?» — ахнул дед Семен, который, услышав визги, выскочил в одних портках, зато успел вооружиться лопатой. Судя по воинственному виду Семена, он собирался отмахиваться от врагов. «Что стряслось? Ну, говори же ты!» — потребовала бабушка Таня и тут же решила предоставить варианты развития событий. «Пожар! Наводнение! Волки! Медведи! Люди злые!» Только Зоя Викторовна, мокрая от пота, лишь зажмурилась и покачала головой. Затем из ее груди вырвался новый вопль, и она, как подкошенная, рухнула на колени. Рядом с ней упала плетеная корзинка, с которой она ходила по грибы и ягоды. Из нее выкатились на пыльную дорогу маслята, лисички и подберезовики. Зоя уткнула лицо в ладони, растирая по коже слезы, грязь и кровь. «Это я виновата! Я виновата! Что, мой милочек, что, мой Сашенька, скажет?» — запричитала женщина. «А Аленочка! Аленочка, где же она?» Тут женщина встрепенулась и, резко вскочив на ноги, оглядела толпу безумным взглядом. «Что же мы стоим, люди? Искать надо Аленочку! Пропадет же одна, оденешенька!» — заявила она решительно. «Как я такой грех на душу возьму?» Соседи переглянулись озабоченно. Бабушка Таня, почесав затылок, потребовала. «Зойка, ты не томи уже! Объясняй давай, что стряслось, а?» Зоя Викторовна выдохнула, попыталась собраться с мыслями и силами, но затем, пошатнувшись, начала падать в обморок. Глаза ее закатились, руки патетично сделали пируэт в воздухе, вышло что-то сродни па от умирающего лебедя. Женщины ахнули, мужики охнули, все загалдели и принялись ловить тело, которое подчинялось силе притяжения. «Надо нести ее в дом, к сыну, да еще за доктором послать», распорядился Прохор, который раньше других поймал женщину. Зою Викторовну отнесли в дом, уложили на кровать. В это время прибыл и сын ее, Александр. Вид у него был такой, словно только что проснулся. С ним прибежала и доярка Диночка, на ходу заплетая растрепанную косу. Увидев мать, лишенную чувств, Сашка очень обеспокоился. Однако деревенский врач быстро вернул женщине бодрость духа, дав понюхать нашатырный спирт. Впрочем, с таким же успехом медик мог на пациентку просто отдыхнуть, судя по опухшему виду, он тоже гулял этой ночью. Зоя очнулась. Увидев перед собой испуганное лицо Саши, мать снова заревела белугой. Она вцепилась в его ладонь и выдала на одном дыхании. «Сашенька, прости меня, родненький мой, миленький, не сберегла я Аленушку. Уж я, почитай, искала ее, искала, звала, звала, да бестолку, что же теперь будет?» Александр, опешив, побледнел еще сильнее. «Мама, что случилось? Что с Аленой?» спросил он. Зоя Викторовна поджала на миг губы, а затем призналась. «Мы с Аленочкой с позаранку, едва рассвет забрежил, в лес пошли. Хотела ей наши красоты показать, да еще научить грибы и ягоды собирать, а потом тебя побаловать, приготовить твои любимые пироги», складно поведала мать. «Ведь оно-то всяк лучше местное из лесу, чем ваше городское. Я же как лучше хотела сына научить, думала, городскую девицу жизни нашей, чтобы хозяйкой тебе хорошей была». «Мама, ты от темы не отходи», — начинал злиться мужчина. «Говори, где Алена? С ней что-то случилось? Мы же время теряем». Мать помотала головой, но затем закивала. «Мы с ней шли и шли, она ягоды в свое лукошко собирала, а я грибочки. Только вот нас словно вело что-то вперед. Обычное далече не захожу, все рядом собираю. А тут ягодка за ягодкой». Увлеклись мы так, что разошлись по разным сторонам. Я сначала кричала Аленке «Ау!», а она мне в ответ аукала. Так, чтобы не потерять друг дружку между деревьями. Только вот в какой-то момент я вышла на полянку с лисичками. «Их там, видимо, невидимо», — развела руками женщина. Я присела, давай их срезать, да совсем забыла про Аленку. Как встала, опомнилась, по сторонам глядь, Аленочки не видать совсем. Она же валом в моем платочке была, заметная такая. Я прищурилась, кликать стала, звала ее. Но нет нигде, не отзывается. Я уж бегала по лесу, искала невестушку сына. Вон мама твоя упала, да лицо ветками ободрала. Но Алены так и не видать. Я тогда поняла, что одна не справлюсь, побежала обратно в деревню помощь искать. Да вот сил лишилась, наверное. Александр нервно сглотнул слюну, отчего его кадык подпрыгнул. Дело в том, что лес рядом с деревней Луковка был весьма дремучим. Местные его даже называли маленькой тайгой. Он был полон ягод, грибов, орехов и шишек. Однако добраться до богатства леса было порой сложно. В нем поглубже даже водились дикие животные, было много болот и прочих опасностей. Поэтому едва Саша представил свою невесту, милую, миниатюрную Аленушку в этом лесу, а дну, наедине с дикой природой, он едва не посидел в свои почти 30 лет. Конечно, всю деревню подняли на уши. Местные жители, неравнодушные к судьбе девушки, отправились на ее поиски. Прибыл и поисково-спасательный отряд из добровольцев, захаживала и полиция. Только вот никто из них не принес результатов. Алена словно без вести пропала, как бы они не прочесывали лес. Не нашли даже тот самый алый платочек. Связи в лесу не было, телефон Алены не отвечал. Вскоре начались ливни, дороги размыло. Александр уехал в город просить помощи там. Однако многие поставили на Алене крест. Никто не верил, что девушку найдут живой. Бывало в лесу без вести, и бывалые охотники пропадали. А тут девчонка из города, которая и умеет, что латте на кокосовом молоке заказывать. Зоя Викторовна, снедаемая беспокойством, глушила коктейли из корвалола и валерьянки, да все не вставала с кровати. Сил не было. Зато к ней, как к дону Корлеоны, на поклон приходили местные мужики и женщины, старики и старухи. Идти на поиски пропавшей девушки они не могли в силу возраста и слабого здоровья. А кто попросту боялся, поэтому они решили взять на себя ответственность в утешении другой пострадавшей. Соседи приносили Зое дары в виде угощений и пирогов, а также справившись о ее состоянии, из-под тишка интересовались подробностями того, как пропала Аленка. Что взять с деревенского люда? Было им шибко интересно и любопытно услышать подробности трагедии из первых уст. Зоя Викторовна, купаясь в заботе и чужом внимании, как звезда в лучах софитов, была и рада стараться. Только вот был нюанс. Ее истории начали обрастать подробностями. Так, в какой-то момент женщина заявила, что видела следы диких зверей там, где должна была быть Аленка. В другой раз она утверждала уже, что слышала своими ушами рычание и вой волков. Потом, в один мрачный вечер, накатив вместо лекарств домашней ягодной наливочки, которую настаивала баба Люба, Зоя Викторовна причмокнула губами и сделала сенсационное заявление. «Аленку нашу лесной дух забрал. Леший». Гости зароптали, зашушукались. «Ты чего, Зойка, выпила лишнего?» Насупилась баба Таня, сохранившая в свои годы скептицизм и ясность ума. Она одна в деревне не оставляла для домового молоко по ночам. Зоя Викторовна обиженно засопела, решительно мотнула головой. «Можете не верить. А я вот чем больше тот день вспоминаю, тем больше думаю, что это дух леса надо мной глумился. Мне же легенду про этого лешего еще бабка рассказывала, когда я маленькой была, а ей ее бабка. Они-то и запрещали в лес ходить. А если зайти туда надо было, то лешему говорили «поклониться стоит» и дозволения попросить. Я-то так и сделала по старой привычке. Аленка же посмеялась над обычаем, да молча под кроны деревьев вошла. Вот леший ее и забрал. Как в легенде нашей деревни сказывалось. Когда она еще другое название носила. Уж не знаю какое. Что-то со слезами и стонами связано, ибо плакать тут часто людям приходилось. Уж потом она стала луковкой, словно в насмешку о том, что люди много слез пролили на здешние земли, словно то и делали, что лук чистили. Что за легенда такая? Расскажи. Попросила самая молодая из компании, Ольга, которая один из деревенских домов достался в наследство. Прислушалась и Динка, молодая доярка, которая старалась не отходить от Зои и ее безутешного сына. От деревенских это не скрылось, но они помалкивали. «Да сказки все это, не морочь людям голову», нахмурилась Татьяна. «Только вот ее никто не поддержал». Соседки хотели услышать легенду и узнать мрачную тайну деревни. «Ходит у нас по деревне легенда старая про местный лес», таинственным шепотом начала свой рассказ Зоя. «Говорят, обитает там дух, древний, как сама жизнь». В былые времена местные жители в основном состояли из охотников и добытчиков. Лес для них многое значил. Они в летний и знойный день приносили лесному духу в жертву девушку. Они выбирали одну из местных красавиц, чистых и невинных, устраивали настоящий обряд. Но там прыгали через костер, наряжали их в белое платье, как у невест, венки на голову надевали. Потом эти венки пускали по речке серебряной, а затем бежали по берегу. Чей венок сгинет, того леший к себе и зовет. Девицу, избранную духом, отправляли в лес, привязывали к самому старому дереву. «Но зачем?» — ахнула Оля. Зоя поскребла пальцами лоб, где была отметена ответки. «Говорили, что в обмен на девушек, невест своих, леший был добр к местным жителям. Он даровал им грибы и ягоды в обилии, а охотникам позволял забирать дичь. А ежели они ничего ему не приносили в день жатвы, то он серчал сильно. Однажды даже устроил им голодную зиму, так не все жители выжили после холодов. После этого они день жатвы не пропускали. «Но сейчас же такого нет?» — заморгала Оля, зябко обхватывая себя руками. «Нет же?» — она обвела взглядом присутствующих. На миг новенькой жительнице деревни показалось, что ее сейчас с гиканьем понесут в лес, дабы привязать к старому дереву. Кто этих деревенских знает? «Нет, конечно», — кивнула хозяйка дома. «Однако же в лесу люди часто пропадают. Мне вот бабуля строго наказывала, если в лес ходишь, кланяйся так, чтобы коснуться травы. Проси у духа позволения войти, тогда тебе будут и грибы, и ягоды». Я Алене поведала эту тайну, но она же городская девица, зубы только скалила, не послушалась. Вот и прибрал ее леший к рукам. День еще был летний, знойный, как в легендах. Женщины суеверно замолчали. Татьяна же громко фыркнула, закатила глаза к потолку. «Только не говорите, что вы в это верите». «Вот же! После таких, как вы, про деревни и ходят слухи. Мол, темные тут все сидят, корешки варят, подорожниками переломы лечат», — не на шутку рассерчала Татьяна. Однако она была одна против толпы женщин, которым ой как нравилось верить в нечто необычное. А что? Карты сходились. Алена была девушкой и крайне красивой, это приметили абсолютно все, едва она появилась в деревне. Даже женатые мужики косились в ее сторону, не в силах отвести взгляда. А была она в деревне всего-то сутки, даже меньше. Алена обладала красивой фигуркой, была невысокая, но стройная. Глаза ее, зеленые, напоминали по оттенку темный лесной мох. Они яркими малахитами выделялись на фоне мраморной кожи до темных густых волос. Такую красавицу любой дух бы захотел себе оставить. Время шло. Алену не нашли. Зоя Викторовна продолжала рассказывать о том самом дне. Чем больше людей появлялось на пороге деревенского дома и задавало вопросов, тем ярче становились рассказы женщины. Кто знает, может, если бы любопытствующие паломники протоптали к ее избе тропинку пошире, походили бы еще недельку-другую, так история бы приобрела совсем фантастические краски. Глядишь, Зоя Викторовна стала бы убеждать людей, что красавицу-невестку забрала Ундида из реки Серебряной, либо что она видела лесного духа своими глазами и слышала его смех. Однако люди на то и люди, что быстро теряют интерес к чужим новостям. Да и потом, у них самих забот был полон рот. Вон у Петровны сын в армию собирался, проводы устраивать надо было. Тимофей, что жил у погоста, снова напился до белой горячки, бегал по деревеньке с топором и кричал, что от призрака бывшей женушки отбивается. В общем, инфоповодов в деревне Луковке было достаточно, поэтому про Алену перестали спрашивать через три денька. Чего Зоя Викторовна никому не сказала, так это правдива истории. Она жутко струхнула, что ей от родного сына влетит за то, что невестку потеряла. Вот и стала придумывать небылицы. Дело же обстояло так. Зоя Викторовна была не в восторге от своей невестки. Нашел сынок, что называется, белоручку, городскую фифочку. Да, Алена была красавица, но с лица же воду не пить. Аленка рассказала будущей родственнице о себе. Она поведала, что воспитывал ее отец, матери она лишилась в юном возрасте. Да и папа ее оставил два года назад. И еще и сирота. Фыркнула про себя Зоя, вместо того, чтобы пожалеть девушку и стать для нее новой матерью. Также Алена рассказала, что имеет дизайнерское образование и работает по специальности. Девушка работала дизайнером в рекламном агентстве, создавала постеры, баннеры, буклеты, оформляла рекламные ролики, которые цепляли глаз покупателей и клиентов. Только вот у Зои глаз не цеплялся при взгляде на невестку, а нервно дергался. Все эти постеры и буклеты были ей словами чуждыми, неприятными. Да и зачем ей в деревне был дизайнер? Костюмы для гусей рисовать? А рекламу самогонки от соседа придумывать? Так она и без рекламы хорошо продается. Нет, такой труд Зоя не понимала. То ли дело ее сынок. Сашенька был строителем, дома строил, в город уехал и в люди выбился. Ну не чудо ли? Сама будущая свекровь была дамой глубоко деревенской. Она любила возиться в земле, собирать урожай, следить за скотом. В невестке она искала помощницу и никак иначе. Потом она узнала, что детей Алена в ближайшие лет пять не планирует. Она, видите ли, строит карьеру и путешествует. В ее-то годы. В 25 лет. Кому сказать, на деревне так засмеют. И не хочет она, видите ли, много деток. Одного, говорит, вполне хватит. Помимо этого, вопросов к Алене было много. Зоя Викторовна, чтобы высказать свое недовольство, даже притащила в дом Дианку, бывшую девушку ее сыночка. Они с Сашкой все детство вместе провели. Матери мечтали их поженить, да только Аленка эта, наглая, даже бровью не повела. Не посчитала доярку своей конкуренткой, как не старалась Зоя. В итоге Зоя Викторовна за день составила в своей голове портрет Алены. Она решила, что девушка с ее красивым маникюром не сможет отрубить курицу голову, не сможет покормить свиней, не сможет подоить корову или выкопать картошку из земли. Спросила ли она об этом Аленку? Конечно, нет. Зато в какой-то момент она решила устроить Аленке проверку на вшивость. Будущая свекровь пригласила девушку в лес собирать ягоды. Пока что все сходилось с ее рассказом. Только вот едва они зашли глубже, точнее, женщина завела Алену в темную дремучую часть леса, уверяя, что там прячутся самые вкусные ягодки, как Зоя Викторовна сбежала. Она ушла от Алены, знакомой тропой, хихикая про себя. Вот сейчас испугается, как следует. Реветь начнет, сопли по лицу размазывать. Так я услышу и вернусь за ней. Да скажу, что ей с нами не место. Пуща и пугается, и улепетывает. А сынка я Динки подсуну, чтобы и к мамочке поближе был. Решила Зоя Викторовна. Она была весьма довольна собой и искренне не видела дальше своего носа. Она и не подумала, что ее шутка может стать для Алены фатальной. Только вот очень скоро Зоя поняла, что где-то просчиталась. Она, сев под тенистый кустик, притихла. Да закемарила. Женщина встала слишком рано, чтобы насолить невестки, да и утомилась, ходя по лесу. Когда она проснулась, то была в шоке. Прошло пару часов, не меньше. Конечно, она давно потеряла Алену из виду. Она и не слышала, чтобы девица ее звала, кричала, бегала между деревьями, как безголовая курица по двору. Тогда-то Зоя Викторовна сильно испугалась. Только вот не того, что девица в лесу заблудится, да помрет под пеньком. Она подумала, а что люди скажут, что сын подумает. Тогда, вместо того, чтобы искать Алену по горячим следам, женщина взяла и сама себе лицо расцарапала. Одежду грязью и мхом натерла для убедительности. В таком виде она и прибежала в деревню, голося о трагедии. Правда, корзинку с грибами не выбросила, нечего добру пропадать. Было ли Зоя Викторовне жаль Аленку? Конечно, было. Только вот себя она любила и жалела куда больше. Ей бы сухой из воды выйти, а остальное приложится. Минуло пять дней. Зоя Викторовна уже окончательно пришла в себя, перестала отлеживать бока на кровати, вернулась к хозяйству. Она уже убедилась, что Алену не найдут, а на нее худого не подумают. И вот вышла она из дома, чтобы кур покормить, как калитка распахнулась, вбежала во двор Ольга. «Зоя Викторовна! Зоя Викторовна! Там Аленочка нашлась! Нашлась! Сама пришла! К рыбакам по реке вышла, они ее к врачу привели! Бежим скорее!» Радостно голосила Оля, с лица женщины не сходила улыбка. Зоя Викторовна сначала же побледнела, затем покраснела, а потом, словно не определившись с оттенком кожи, стала белой, с красными пятнами, как неправильный мухомор. Пложка со смесью пшеницы, проса и кукурузы выпала из ее рук. Куры жадно накинулись на просыпанное угощение, стали клевать его, топчась по ногам хозяйки. «Как же это... нашлась!» прошептала Зоя. Ольга снова захохотала, думая, что женщина от радости впала в ступор. Она схватила Зою Викторовну за рукав и потянула за собой прямиком в местную больницу. У больницы уже толпился народ, все обнимались, радуясь возвращению потерянной девушки, словно родной дочери. Явились полицейские, приехала и бригада городских врачей. На хвост служителям закона сели и журналисты, чтобы первыми написать о чудесном возвращении девушки. Врачи осматривали Алену да руками разводили. «Она здорова, только похудела немного, есть ссадины и синяки. Укусы насекомых распухли, однако все равно здорова. Даже нет обезвоживания или обморожения, угрозы жизни нет. Но мы обязаны положить ее в больницу на обследование», восхищались врачи. Вскоре Алена рассказала прессе историю своих скитаний и спасения. Зоя Викторовна, прочитав рассказ Алены, очень удивилась, узнав, что девица совсем не городская фифа. «Меня воспитывал папа», рассказывала Алена. «Он у меня был охотник и рыбак. Оставить меня было не с кем, родни у нас не было. Поэтому он всюду таскал меня с собой, учил своему ремеслу. С самого детства я спала в палатке, которую сама ставила, а еще умела держать в руках ружье, заряжать его патронами, ставить силки. А еще потрошить птиц, рыбу, разную дичь. Вроде лет в десять я уже ловко разделывала добычу, вялила мясо. Помимо этого папа научил меня многому, что и спасло мне жизнь. Наверное, я бы и раньше нашла обратный путь к дому, если бы не случилась беда. Сделав передышку, Алена продолжила свою историю. Когда девушка поняла, что осталась в лесу одна, то не растерялась и не впала в панику. Сначала она попыталась позвонить, но связи не было, а лес был абсолютно незнакомый, поэтому Алена пусть и пыталась ориентироваться по приметам, но все же спутала тропинки и угодила в болото. Коварное болото пряталось за ветками, насыпью и листвой, начиная сразу после оврага. Поэтому Алена, которая больше смотрела в экран смартфона, надеясь словить пару полосок связи, не заметила ловушку под ногами. В какой-то момент она добралась до края оврага и, оступившись, упала прямиком в жижу. Болото оказалось глубоким, очень мутным и вязким, оно накрыло девушку сразу и с головой. Тут уже Аленка и испугалась. Она интуитивно открыла рот, наглоталась жижи, из-за чего испугалась еще сильнее. В том болоте девушка едва и не увязла. Благо Алена успела взять себя в руки, податься вверх, к небу, а затем ухватиться за корни дерева, что торчали у берега и с борта оврага. «Боже, боже мой!» запричитала Алена, хватаясь за все, чего касались дрожащие пальцы. Песок сыпался под руками, забивался в ногти, камушки царапали кожу, но Алене было плевать. Она, наконец, выбралась из болота, грязная и уже уставшая. Тяжело дыша, она упала на живот, пытаясь откашляться. Девушку мутило, она думала даже, что стошнит болотной тиной. Когда этого не произошло, Алена вспомнила слова отца. Они часто бывали в топкой болотистой местности. Как-то дочка спросила, можно ли пить воду из болота. Папа ответил весело. «Не пей, Аленушка, козленочком станешь». Затем, увидев испуг в лице дочки, словно у нее уже выросли рожки, он объяснил. «Стоит воду обрабатывать, отстаивать хотя бы, либо запас пресной иметь. Но если ситуация безвыходная, то чтобы не подцепить инфекцию или иную заразу, надо понять, какое это болото. Старое или молодое, в котором жизнь начинается только. Вот в молодом вода мутная, коричневая, там все гниет и разлагается. Она опасна». Аленка покосилась на воду, понимая, что перед ней молодой водоем. Поэтому девушка, даже не отдавая себе отчета, сунула пальцы в рот и опустошила желудок от ядовитой воды. Чуть позже, придя в себя, Алена чертыхнулась. Она стала ползать вокруг, хлопая руками по земле. «Нет, нет. Неужели я и телефон в болоте потеряла? Ах ты проклятая!» Разразилась она и, схватив камень, бросила в болото. «Бульк», — ответил водоем, принимая камень. Алена обрадовалась лишь тому, что рюкзак остался на спине. В нем хотя бы была бутылка воды. Пить хотелось, но тратить воду Алена пока что не собиралась. Несмотря на то, что Аленку мутило, она поднялась на дрожащие ноги и побрела дальше. Девушка надеялась, что сможет выбраться к людям до темна, оставаться в лесу ночью она не желала. Однако лес словно заколдовали. Несмотря на внимательность к деталям и оставленные отметки, Алена скоро поняла, что уже третий раз видит этот овраг и болото. «Я что, хожу кругами?» Нахмурилась она и стала размышлять вслух. «Так, лучше я останусь на месте. Надеюсь, что меня найдут. Кажется, я проходила мимо пещеры. Вот туда и пойду, только оставлю что-нибудь после себя». Алена, поискав по карманам рюкзака, нашла резинку для волос, расческу, пантик. Она стала кидать свои вещи, как хлебные крошки, ведя возможных искателей прямиком к пещере. В темной пещере Алена бросила рюкзак на пол и села на него, пытаясь отдышаться. «Итак, что мы имеем?» начала она, разглядывая вид из пещеры. «Вокруг меня лес, телефона нет, сил тоже нет. Я заблудилась всего пару часов назад, а уже разговариваю сама с собой, как Том Хэнкс в фильме «Изгой». Кажется, события развиваются слишком быстро. «Завтра наряжусь, как абориген, заточу палку и пойду охотиться на дичь». Ворчание Алены и шутки немного ее успокоили. Она спустя полчаса отдыха все-таки встала. Мир закружился перед глазами, голова оказалась тяжелой. Алена коснулась лба и шикнула сама на себя. «Только этого не хватало», — пробормотала девушка, ощущая, что у нее поднимается температура. Несмотря на плохое самочувствие, Аленка сначала осмотрела пещеру, вооружившись увесистой палкой. Вдруг здесь есть змеи, или она забрела в логово зверя. Однако иных жителей она не нашла, но заметила следы чужого костра, пусть и старые, а еще банки от консервов. Это придало ей сил, все-таки люди здесь когда-то были. Затем она соорудила себе ложи из веток, застила их сухим мхом, чтобы не спать на камнях. Подумав, она сделала себе из мха даже подобие одеяла. Все это она отнесла в щель, надеясь, что там ее не достанет какой-нибудь зверь. Девушка едва успела прилечь, как голова ее налилась свинцом, благо в рюкзаке Алены было обезболивающее, которое она всегда носила с собой. Только вот, чтобы запить таблетку, она потратила треть воды. Уже засыпая, Аленка пробормотала. Ну что ж, Аленочка, удачных нам голодных игр. Дальнейшие события размылись у Алены в сознании в одно странное пятно. У девушки начался сильный жар, она то просыпалась, то засыпала. Ее кусали комары и мошки, заставляя чуть ли не реветь от боли и обиды, в кровь расчесывая кожу. Алена не находила во слабшем теле сил, чтобы даже пошевелиться. Она понятия не имела, сколько проспала в норке из мха. Час, ночь, сутки, двое. Она не понимала, почему все это происходило с ней. Может, из-за болотной воды? Должно быть, она все-таки выпила этой дряни. Либо она заболела, потому что вымокла и продрогла. Она выпила все имеющиеся таблетки, допила воду, но состояние не улучшалось. Алене снились странные сны. То мимо пробегала Зоя Викторовна, прячась за деревьями и крича «Ау!», то приходила Диночка, да Ярочка, ела пирожки на глазах у голодной Алены и облизывала толстые пальцы. Затем в пещеру пришел волк, но и он оказался сновидением, хотя был таким реальным. В один момент Алена приподняла тяжелые веки и услышала «вертолеты». Точно были вертолеты. Только девушка не понимала, они ей чудятся, и начались слуховые галлюцинации. Или все взаправду. «Алена!» услышала девушка сквозь сон чей-то голос. «Ау! Алена! Ты где?» Голосов стало больше, они превратились в хор, затем в комариный писк. Алена поморщилась, досадуя, что ей мешают спать, а потом словно очнулась. «Ау!» — крикнула она из последних сил. «Я здесь! Здесь!» Но ее не услышали, а может, и слушать было некому. Алена так и не смогла понять, что ей снилось, а что было наяву. Так и лежала в бреду. Порой она вскрикивала, звала на помощь, но тщетно. В конце она поняла, что плачет и скулит, зовет папу. Ей мерещилось, что отец пришел и погладил ее по волосам, мягко говоря. «Все будет хорошо. Ты у меня сильная девочка». И вот, наконец, она проснулась и поняла, что жар спал. Чудо, но болезнь отступила, перестав грызть и мучить девушку. Обессиленная, Аленка нашла в себе силы бороться дальше. Она выходила из пещеры, но поняла, что искать путь домой не сможет, поэтому девушка собирала ягоды, черемшу, орехи. Она нашла и водоем со старой водой, решив ее пить на свой страх и риск. Вскоре Алена поняла, что ей необходимо тепло. Еще пару холодных ночей она рисковала не пережить, да и воду лучше было бы кипятить. Тогда она снова вспомнила отцовские советы. Охотник учил дочь и огонь добывать, и выживать. Алена вспомнила, как сидела рядом с папой, который показывал ей, как добыть первую искру, из которой может загореться спасательное пламя. Аленка тогда носик сморщила. «Зачем мне это? Кому это может пригодиться? В наше-то время. Ведь есть спички и зажигалки», ворчала она, мечтая вернуться в город к друзьям и телевизору. Отец на такие выпады и капризы лишь хмыкал и говорил. «Надеюсь, что ты никогда не воспользуешься ни одним из моих советов. Но знать ты их должна. Ты же моя дочка». И вот как-то раз во время похода у них в реку упал рюкзак с вещами. В нем были спички и зажигалка. Тогда-то папа и показал Алене, как огонь добыть. Он мог сделать это разными способами. С помощью линзы, от очков или батарейки, например. Однако сейчас у Алены в рюкзаке совсем ничего не было, поэтому она воспользовалась самым древним и тяжелым способом. Аленка сделала труд из всего, что смогла найти. Сухой травы, щепы, листвы, коры. В деревянном полене она вырезала отверстие ножом, тупым, для грибов. Положила туда труд. Сделала острую палку, чтобы на стержень походила. Стала упорно тереть ее. Только ничего не выходило. Она даже не поняла, в какой момент успела разреветься. «Папочка!» Возмолилась она, глотая соленые слезы. «Папочка!» «Помоги!» И тут, кому скажи, тот не поверит, очередной поворот тонкой палки в стволе выдал искру. Алена ахнула, сразу к ней мох подсунула сухой. Она и разгорелась. Девушка засмеялась, нервно, словно рассудок у нее уже на волоске держался. Посмотрела в небо полными слез глазами. Оно едва виднелось за кронами деревьев. «Спасибо, пап!» «Я выживу!» Пообещала она родителю, который, Алена верила, все еще оберегал свою дочку. Жизнь Алены с появлением огня несколько изменилась. Не так, как у древних людей, конечно, но тоже в лучшую сторону. На костре она вскипятила воду в найденной и отмытой консервной банке, добавив туда хорошие травы. Благо и в них она толково разбиралась. Получился почти чай. Затем она пожарила найденные грибы. Попробовав блюда, Алена застонала от удовольствия. Силы к ней возвращались. Она хотела двинуться дальше, но тут появилась очередная напасть. Начался ливень. Пришлось девушке остаться в лесном отеле еще на денек. Больше всего Алена боялась зверей, даже держала рядом палки, но никто в ее убежище так и не пришел. Когда дожди прошли, оказалось, что лесные дороги размылись. И вот, едва они просохли, Алена снова двинулась в путь. Девушка забралась на возвышение, оттуда на дерево, увидела вдали речку серебряную, других тут не водилось. Алена знала, как она течет, поэтому двинулась к ней. Как добралась, так и пошла вдоль реки. Потом остановилась отдохнуть, даже думала рыбу поймать, снова попробовать огонь добыть, как вдруг она услышала голоса. Аленка ахнула, закричала хриплым, не своим голосом. «Люди! Люди, я здесь! Помогите!» Раздался плеск воды от весел, на реке появились рыбаки. Алена сильнее руками замахала, они подплыли и, оглядев грязную девицу, вышедшую из леса, сразу признали. «Это не тебя ли все ищут, дочка?» спросил старший из компании. «В деревне местной, Луковке». «Меня!» закивала Алена. «Меня!» «Меня!» И вот, забрали они ее на лодку, накормили бутербродами, повезли в деревню. А дальше уже все жители и так знали, чем дело кончилось. История Аленки передавалась в деревне Луковка из уст в уста. Многие говорили Зое Викторовне. «Повезло тебе с невесткой. Таких, как она, одна на миллион. Она и красавица, и умница, да еще и в лесу выжила. Звезда». Зоя в ответ кисло улыбалась, а про себя молилась, чтобы невестка не поняла, как оказалась в такой передряге. Только вот зря надеялась. Алена пусть и не стала говорить полицейским, что слова Зои были лживыми, но прощать женщину не собиралась. Она вернулась в деревню, потому что оставила в доме свой ноутбук и некоторые вещи. Когда Зоя Викторовна ее приметила, то была с подругой. Однако она затряслась, как осиновый лист, перекрестилась даже. «Вы чего креститесь? Вроде я еще не призрак? Как бы вы не старались?» фыркнула Аленка, глядя на женщину. «Аленочка, да ты что такое говоришь?» бросилась на колени Зоя. «Я же нечаянно. Я сама убивалась по тебе, с кровати не вставала». «Подтверждаю», сказала озабоченная подружка. Алена лишь языком цикнула. «Мне вас что, пожалеть? Я на ветках спала, пока вы тут лежали в кровати и всем рассказывали, как меня потеряли. Только я знаю, что вы намеренно это затеяли». Зоя заревела, стала молить о прощении. Алена отшатнулась. Сначала она думала вывести женщину на чистую воду, но внезапно на нее накатила усталость. Хотелось скорее закрыть эту главу своей жизни. «Знаете что, в суд я подавать не буду, но только потому, что руки марать не хочу и время на вас больше тратить. И видеть ни вас, ни вашего сына я тоже больше не желаю», — стыдила Алена, а потом, забрав вещи, ушла, не оборачиваясь. Спустя неделю, как Алену выписали из больницы, а ее историю рассказали по всем местным телеканалам, Александр приехал к матери и заявил пыша гневом. «Меня Алена бросила, сказала, что с нашей семьей связываться не собирается. А еще, еще она откуда-то знает про то, что я с Динкой ночь провел, ту ночь, когда она в доме с тобой была». Матушка поспешила сына успокоить, погладить по головке, объяснить, что ему все равно такая, как Аленка, была не нужна. «Да она все врет, сыночка. Она с перепугу все придумала. Ну, как я могла ее нарочно в лесу оставить?» причитала она. «Мы тебе другую невесту найдем, нашу, деревенскую, Дианочку ту же. Она тебя любит». Саша горевал-горевал, да все-таки поверил матери. Алена не печалилась от того, что разорвала помолвку и все отношения с семьей жениха. Она уже знала, что про нее рассказывала Зоя Викторовна и прекрасно понимала, что свекровь намеренно увела ее в часть леса, полную болот. Чего Аленка не поведала прессе, так начало своей истории. Все началось с одной солнечной субботы. «Мам, знакомься, это Аленка, моя невеста», заявил гордый Саша, сияя, как начищенный самовар. Они приехали на все выходные в деревню, но не для того, чтобы выпить парного молока, а чтобы познакомить невесту с мамой жениха. Алена улыбнулась женщине, но в ответ получила лишь поджатые губы. Свекровь сразу стала засыпать Алену вопросами. Ощущение у Алены было такое, словно она отвечает уроки у школьной доски, но учительницу ответы не устраивают. Того и глядив журнал «Двойку» влепит. В итоге Зоя Викторовна вынесла вердикт. Бледная ты совсем, Алена, нежная, как цветок. Вон, ручки какие. Видно, ты их землей не пачкала. Да и не готовишь, наверное, не стираешь. Нынче девки совсем от рук отбились. Затем, словно потеряв к невестке интерес, женщина стала рассказывать сыну про другую девушку. А вот в школе ты с Дианой встречался, помнишь? Она сейчас работает доярочкой. Вот кто не бледный. Деваха, кровь с молоком, бедра широкие. Детей родить легко сможет, да и здоровые будут. Да сам посмотришь, она придет скоро. Как узнала, что ты приедешь, так решила тебе пирогов приготовить. Соскучилась подругу детства. В принципе, уже в этот момент можно было бежать из деревни без оглядки. Но Алена решила, что немного потерпит и даже поест пирогов. А что, вкусные пироги на дороге не валяются. Не знала она, какой еще удар в спину получит от этой милой с виду женщины. Первый вечер прошел сносно, появилась и доярочка. Сначала вошел ее пятый размер груди, а затем уже и она. Диана была дородной, высокой, ее рука была больше, чем нога Алены. Она принесла гору разных пирожков, повесила толстую косу на плечо и уселась рядом с Сашей. Было видно, что городской женишок ей по нраву, упускать такого не хотелось. Зоя Викторовна тоже старалась, хваля девушку на все лады. В какой-то момент Алена хотела ударить кулаком по столу и, как сказать, что сама готова взять Дианочку в женушке вместо Саши. Пусть ей детей варит, борщи рожает, ну и пирожочки печет. Такую-то невесту, какой ее Зоя описывала, упускать было грешно. Однако Аленка держалась, не выпускала колкие комментарии из-за белоснежной улыбки. Ночью жених ушел из дома, чтобы встретиться со старыми друзьями. Невесту он с собой не взял, сказал, что у них мужская компания. Алена легла спать одна, думая, переживет ли ночь, или свекровь прикроет ее подушкой, а потом сошлется на происки домового. Но нет, рассвет Алена увидела, услышала и петухов. После первого кукаряку в ее дверь заколотили. Вставай, Соня, у нас долго бока отлеживать не принято. Алена нехотя встала, поежилась, ступив босыми ногами на холодный пол. Зевая, она вышла, попав под прицельный обстрел недовольных взглядов. А Саша где? удивилась невеста. Не трогай Сашку, заявила свекровь, как-то слишком спешно и даже глазки у нее забегали. Он давно друзей не видел, загулял, пусть отдыхает соколик. Алена нахмурилась, осознав, что женишок даже дома не ночевал, однако спорить не стала, может, правда соскучился. Тем временем Зоя Викторовна взяла городскую девку в оборот. Сначала она велела ей умыться ледяной водой, затем показала, кого и как надо покормить. Потом женщина повела Аленушку в лес дремучий, словно ведьма в старой сказке. Да еще спрашивала по дороге, мол, что делать будешь, если заблудишься. Алена хихикала да отвечала. Наверное, сяду и буду рыдать горько, как подобает городской кисейной барышне. Может, повезет, и ваш сын, аки, доблестный рыцарь, прискачет, чтобы меня спасти, рассуждала девушка. Если не поможет, то позвоню по телефону в службу спасения, пусть занимаются своим делом. Тут связь не ловит. Как и такси не ловит? Не может быть. Тогда я позвоню в доставку пиццы. Курьеры обычно куда угодно добраться могут. Шутила Алена, любовно оглядывая колоритную природу. Тем временем женщина заводила невестку все глубже. Минул час, а то и больше. Вы уверены, что мы правильно идем? Нахмурилась Алена. Про такие места ее отец грубо и метко выражался. Сюда даже волки срать не ходят. Вот еще, будут меня городские учить. Я тут с измольства ягоду собирала. Чернику, морожку и княженику на болотце. Ты что же, может, ножки намочить боишься? За вас переживаю, пыркнула Алена, не выдержав. Возраст уже не тот, по кочкам на болотах прыгать. Свекровь насупилась сильнее, затаила обиду. Она повела Алену по едва заметной тропке, а потом, указав на ягоды, велела собирать. Я вот тут рядом буду. Отдохну, а то умаялась. Возраст, как говоришь, не тот. Алена отвлеклась на ягоды, а как подняла голову, да огляделась, свекрови уже и след простыл. Начала она ее звать, но та не отзывалась. Аленка прислушалась, и ей показалось, что она услышала, как под ногами женщины ветки хрустнули. Девушка бросилась вдогонку, слишком поздно осознав, что бежала она за шустрой лисицей, а не за свекровью. К моменту, как Алена опомнилась, она уже не знала, где находится. С этой точки начались ее приключения. Нет, возможно, Алена бы еще простила своего жениха, но не может же он отвечать за грехи матери. Только вот ей совсем не хотелось рисковать. Вдруг ее после свадьбы в белое нарядят и в лес потащат, чтобы к старому дереву привязать, как подарок лесному духу. Или она привезет в деревню детей, чтобы бабушка понянчила, а она их тоже за ягодкой отправит. Нет уж, лучше она тут в городе будет и дальше рисовать баннеры и постеры для рекламы. Правда, сначала Алена еще переживала за Сашу и их разрыв. Однако, когда ей пришлось вернуться в деревню за своими оставленными там вещами, она услышала разговор Зои и ее соседки, матери этой самой Дианы. Оказалось, что Сашка, когда домой ночевать не пришел, пригрелся на могучей груди до ярки пятого размера. Да и пока Аленка в лесу выживала, он тоже у нее ночевал, утешение видать искал в ее могучих руках и горе пирожками заедал. Такая информация стала для женщины последней каплей. Спустя год она встретила Евгения, славного парня, который был моряком. Алена даже шутила, что теперь их пара не пропадет ни на суше, ни в воде. Родители Женьки приняли Аленку как родную дочку, а мать не устраивала никаких проверок и испытаний. Разве что тесть иногда пытал их уши сальными анекдотами или песнями под гитару, но это можно было пережить. Однако Алена точно знала, что даже своих детей она научит, как добывать огонь и выживать в лесу. А то, знаете, всякое бывает в жизни. Аленку